Наша программа продолжается. Я думаю, что многие из вас хотели бы задать вопросы доктору Мазаралиеву. Через несколько минут он вернется в нашу студию, а пока я хочу, чтобы вы посмотрели на наш экран. На этом дереве завязано огромное количество зелков. Именно завязано. И на этих зелках написаны только имена людей. Все это пациенты доктора Мазаралиева. Люди, которые приезжали в Бишкек для того, чтобы излечиться от наркомании. И сегодня в нашей студии один из тех людей, который тоже побывал в Бишкеке. Сережа, сколько лет назад вы тоже завязали такой узелок и сказали себе, что вы раз навсегда завязались с наркоманией? Ну, прошло где-то два с половиной года. А сколько лет до этого у вас был стаж употребления? Около пяти. Что вы принимали? Все существующие наркотики. Вы проходили все лечение и тот последний этап, который мы уже видели в нашей студии, да? Да. А что в нем самое тяжелое? Вы в этот момент вообще воспринимаете мир? Вы понимаете, где вы находитесь? Или человек действительно совершенно никак не связан с реальностью? Нет, человек все осознает, все как бы. Никакого отрыва от реальности нет. А слова какие-то остаются в памяти из тех, что вам говорят врачи в эти минуты? Конечно. А какие? Можете вспомнить сейчас? Ну, что я не слабый и сильный человек. Вот это мне запомнилось. Именно это запало мне. Ты не слабый, ты сильный? Да, да. Именно вот это мне больше всего запомнилось. Ну что ж, сейчас я вновь хочу пригласить в нашу студию доктора, который пытается помочь людям расстаться с этой тяжелейшей болезнью. В нашей студии Джанишбек Назаралиев. Я хочу сейчас вновь связаться с той комнатой, где находятся пациенты, проходившие на наших глазах последний этап лечения по методу Назаралиева. Итак, что сейчас с ребятами? Вы нас слышите? Да, да. Слышите, что сейчас с ребятами? Они спят? Ребята сейчас спят, да. Понятно. Сколько они проспят? Ну, около часа, а может даже больше. Не менее часа. Мы им желаем, чтобы это было самое последнее тревожное воспоминание, и вам тоже хорошая работа. Спасибо вам большое за помощь. Спасибо. Ну что, я приглашаю вас на диван. Итак, мы уже сказали, что это заключительный этап. Весь метод лечения длится целый месяц, 30 дней. С чего начинается лечение? У больного проводят первый этап. Это выход, который состоит из двух подэтапов. Это детоксикация, то есть вывод из организма всех шлаков. Вымывание, вымывание, вымывание всего этого. Да, это параллельно идет, значит, общеукрепляющая терапия. Почему? Потому что у больного посажена печень, у больного посажены почки, постоянно с ним находится бессонница, болевые ощущения. Параллельно мы делаем очень много различных обезболивающих веществ. Вот это как бы первый этап. Это еще подготовка к очень серьезному следующему этапу. Да, следующему этапу. После этого больному проводят томатозную терапию. Вот мы хотим показать, как выглядит этот этап. Итак, один из самых тяжелых тоже этапов лечения – это кома. Человека погружают в состояние очень глубокого сна. Если можно так сказать, это ситуация, когда человек находится без сознания. Без сознания, но ситуация контролируется врачами. Фактически, все это время больные проводят в реанимации. Каждый день по 5-6 часов человек находится в состоянии глубокой потери сознания. Сколько ком должен пережить наш пациент? В среднем это 5-6 ком, по 4-5 часов проводится через день или через 2 дня. Если 5-6-7 ком через день, это примерно 2 недели? Да. Еще 2 недели проходит, он находится у вас. В этот момент с ним близкие находятся люди? От начала до конца одним из условий госпитализации кома-центра является сопровождающий. Это созависимый человек. Это может быть его жена, это может быть его отец, это может быть мать, это может быть друг, это может быть кто угодно. Самым основным аспектом является, что сын, дочь и родители, у них это постоянный конфликт. Они потеряли отношения по времени в зависимости от начала употребления наркотиков. Отец не может найти общий язык с сыном, мать не может найти общий язык с дочерью. Или наоборот, это вся вот эта конфигурация. Все полностью нарушено. И в течение месяца 45 дней мы их просто клеим. Мы их делаем самыми родными, самыми близкими. Мать, которая не понимала сына или дочь, начинает понимать. Дочь, которая была наркоманкой и не понимала боль матери, отношения своих родителей, они понимают. То есть мы налаживаем вот такие внутрисемейные отношения, которые нигде не делаются. Когда проходят эти две недели, вы даете пациентам то, что у вас называется отпуском. Я хочу показать, как отдыхают ваши пациенты, потому что кого-то вы увозите в горы, кого-то отпускаете домой. Бывают разные случаи. Но фактически мне кажется, что это выглядит как провокация. Они снова свободны. Они снова на природе, если это в горах на Иссыкуле. Они катаются на лошадях. Это выглядит почти как сафари. Они сидят у костра, ходят на охоту. Это совершенно нормальная жизнь. Сколько длится этот отпуск? Этот отпуск сегодня длится порядком 10 дней. Здесь максимально работает весь организм. И его адаптационный механизм, организм человека, его эндокринная система начинает очень хорошо срабатывать. То, что у него было потеряно. Все это идет не отдых. Все это идет лечебный, полностью лечебный процесс. Вы учите получать наслаждение не от наркотиков, а от каких-то радостей в жизни? Ну, в последующем он сам просто, когда полностью очищается, и он видит, что красиво можно жить. Можно жить красиво без героина, можно жить без кокаина, можно вообще нормально себя внутренне комфортно чувствовать. Поэтому, да, мы их еще не только лечим, но и учим, как надо жить нормально. И затем они возвращаются, и последний этап лечения – это та стрессорная терапия, которую мы выдали сегодня в студии. Я хочу, чтобы наши зрители задали вопрос. Сколько наркоманов все-таки возвращаются к наркотикам после лечения? В течение года возвращаются со 100 человек 16. То есть все-таки это достаточно большой процент? 86%. Это очень маленький процент. Вообще считается метод лечения наркомании и алкоголизма хорошим, когда 4% людей бросают пить или наркотики. 4%. Слово «зомби» насколько подходит к вашему вылечившимся уже пациентам? Зомби? Зомби вообще человек, который употребляет наркотик. Вот он точно зомби. Он полностью зависим от наркоты. И любая мысль о наркотиках заставляет человека делать те или иные асоциальные движения. Я человеку даю возможность не быть зомби. Я даю ему возможность, чтобы он стал сильным человеком, чтобы он стал уверенным человеком. Чтобы начал жизнь заново. Вы знаете, вот у меня лежит книга, которую я год тому назад прочла. Это записки врача-нарколога о встречах с полицией, наркодельцами, больными, медиками, политиками на пяти континентах. Вот эту книгу написали вы. Мне очень нравятся слова, которые вынесены в заголовок. Они звучат так. «Избавь» и «Прости». Таких два простых слова. Книга потрясающая, интересная. Но вы знаете, на пяти континентах вы побывали. Вы лечили и вылечили более десяти тысяч больных. Вы сами верите в то, что наркомания – это зло, которое будет когда-нибудь побеждено? Я думаю, наступит такой день, такой период, когда сознание просто не будет воспринимать этот кайф. Я считаю, что ни в коем случае нельзя употреблять эту заразу. Почему? Потому что я встречался с разными ребятами в различных социальных уровнях. Я думаю, самое основное – это все-таки эту жизнь надо прожить достойно. А с наркотиками никогда это не получится. Вы все равно третий сорт. Вы все равно на стороне благородного наркомана вас уже опустили. Вы никто. Вот, товарищ доктор, я ему большой благодарность даю от всех наших российских жителей. Ну, он же делает то что, товарищи? Он делает то, он лечит наших дураков, именно, которые не знают, для чего живут в России. Большинство в этой аудитории согласится со мной, что нужно от всей души пожелать доктору удачи. Я считаю, что это хороший пример для всех остальных. Поступок, конечно, сильный, мощный, настоящий. Если он будет иметь последователей, то можно пожелать только одного – здоровья и удачи доктору. Хотел бы пожелать нашего правительства и нашего министерства здравоохранения, может быть, взять на вооружение метод и у нас в клиниках специальных по всей России ввести этот метод. А вообще, конечно, я бы обратил на всю эту проблему наши органы всевозможной безопасности, потому что, прежде всего, оборот этих всех наркотиков, и уж с героином, я думаю, можно справиться. Поэтому, товарищи, пожелаем доктору всего самого хорошего. А я еще раз хочу сказать вот эти замечательные слова, которые стоят в заголовке вашей книги «Избавь и прости». Потому что медики могут сделать только одно – они могут избавить человека от боли, простить ему те грехи, которые были в предыдущей жизни, и дать возможность начать жизнь заново. Я желаю вам удачи. Ну, а наша программа продолжается. АПЛОДИСМЕНТЫ